И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Твикли, ребята, и сегодня продолжаю снимать свою жизнь в этой деревне Майнкрафта, ребята. И сегодня, наконец, настал тот день, когда мы будем тестировать костюм черный в монтаре, ребята. У меня очень много людей просило протестировать этот костюм, но, ребята, тестировать я буду его именно в этом видео. И, ребята, понравится ролик, ставьте лайк, а также, ребята, давайте наберем на этом видео 250 лайков. Ну что ж, ребята, сейчас я проверю вашу реакцию, и вы должны поставить лайк за 5 секунд. Давайте, ребята, 1, 2, 3, 4, 5. Что ж, ребята, думаю, вы успели поставить лайк. Что ж, ребята, а если вы не успели, то перемотайте видео и попробуйте еще раз. Как я уже говорил ранее, я сегодня буду испытывать костюм черной пантеры. Это очень классный костюм, очень известный герой Марло. Думаю, ребята, вы знаете, что это за герой, ребята. Если так, то напишите в комментариях, знаете ли вы, что это за герой. Вот, ребята. Вот, ой, я люксу тебя не закрыл. Так, ну сейчас я спускаюсь в свою лабораторию, ребята. Скоро я буду ее улучшать, вот. Но пока что я просто испытываю костюмы. Как я говорил ранее, когда я уже испытаю все костюмы, тогда я буду улучшать свою лабораторию. Вот, собственно, ребят, тот самый всеми ожидаемый, ребят, костюм. Это костюм черной пантеры. Следующий костюм, который я буду испытывать в следующем видео, это костюм колосса, ребята. Я думаю, этот костюм будет также очень классным. Вот, ну что ж, давайте, ребята, уже посмотрим этот костюм. Ну, вы смотрите, он классный, достаточно так выглядит. У него, видите, такие вот вставки такие металлические из очень прочного металла. Я изучил этот металл, и оказалось то, что его название вибранию, ребят. Это очень-очень прочный металл, самый прочный на земле. Вот, ребята. И поэтому этот костюм, может сказать, пуля непробиваемый. То есть он намного прочнее, чем тот же костюм железных человек, чем тот же самый костюм, не знаю, Бэтмена, Колосса. Он на счет Колосса не уверен. Вот, она вот насчет железного человека, то есть то, что костюм черной пантеры прочнее, чем он. Это я, ребят, уверен. Вот. Что ж, ребят, думаю, уже стоит надевать. И просто посмотрите, как он офигенный, ребята, у нас смотрится без маски. Просто посмотрите, ребят, как это классно. У нас такой вот костюм, ребята, и мы уже, может быть, наполовину черной пантеры. Но, ребят, нам нужно его полностью одеть, и мы, ребят, надели костюм. И мы теперь настоящая черная пантера, ребята. Я пока что не испытывал его все способности. Вот, именно сегодня мы их и узнаем. Хорошо, ребят, как видите, уже можно заметить, как я быстро, ребят, передвигаюсь. Просто смотрите, ребят, как я быстро бегаю. Вот, ну, думаю, ребят, что стоит пойти на улицу, протестировать этот костюм на различных мобов. И, ребята, посмотрите, я могу подниматься по блокам, как по лестнице. Смотрите, видите? То есть вот, сейчас немного назад спущусь и посмотрите. Я поднимаюсь, просто посмотрите, как быстро. Офигеть. Еще, посмотрите, мы быстро очень прыгаем. Слушайте, ребята, это классно. Очень-очень классно, ребят. Костюм действительно годный. Просто я сейчас поднимаюсь на лестнице, и я уже супер-мега быстро, ребята. Костюм очень классный. Так, и там вот стоит житель. Он, думаю, то, что ему не понравится, что я выйду в этом костюме. Поэтому давайте, ребята, подождем вечера. И пойдем тестировать этот супер-офигенный костюм. Так, ребят, ну что же, уже вечер. И думаю, то, что стоит отправляться. Протестить этот костюм. И, ребята, я уже вижу первых зомби. Они, кстати, направляются на нашу деревню. И мы их, ребят, начинаем просто бить. Так, так, пошел, 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 пошел. Ребят, посмотрите, мы просто за двух ударов их уб... Офигеть, вот это прыжки, ребята. У нас прыжки, как у Халка. Посмотрите, офигеть, ребята. Как мы прыгаем далеко. Просто, ребята, посмотрите, нас мобы не могут никак задеть. Просто посмотрите, как мы прыгаем, ребята. Обалдеть, мы, кстати, не получаем урона от падения никакого совершенно. Смотрите, то есть я падаю достаточно с большой высоты. И вот сейчас он прыгнул с этой скалы. Посмотрите, ребята. Сейчас, опа. И никакого урона не получаем. Класс, ребята. Это очень круто. Так, получайте. Так, давайте этого зоника попробуем убить. Смотрите, ребят, просто с двух ударов. Я даже с костюмом Бетона не мог только убивать быстро. Ну-ка, Крипера. Крипера, смотрите, как мы откидываем. Просто жесть. Смотрите, ребята. Вот так вот просто мы всех мочим направо и налево. Просто видите, какие у нас прыжки, ребята. Классные. Мы просто, знаете, так вот с прыжков накидываемся просто на наших врагов. Так. Получай, получай. Получай, получай, получай. Так, мы их когтями нашими бьем. Смотрите, ребят, у нас же есть когти типа на костюме. Мы вот так вот бьем их когтями, ребят. Просто офигеть. А ну-ка, можем как-то лазать по деревьям, интересно? Да, ребят, посмотрите. Ну-ка, запрыгнем. Нет, не запрыгнем. Нужно взять разгон. О, нет, Крипер сейчас рвется. Разгон. И вот так, ребята, просто посмотрите. Мы прыгаем просто невероятно далеко. Я обалдел, ребята, когда налево этот костюм. Мы прыгаем просто на невероятное расстояние. И не получаем никакого урона. То есть, мы можем вот так вот просто пропрыгать всю карту Майнкрафта, ребят. Мы можем просто что захотим делать в этом костюме, ребята. Он нереально крутой. Он нереально сильный, ребята. И просто на наши прыжки, ребят, монстрские, посмотрите. Просто это жесть какая-то. Просто, ребята, вы видели вот когда-то такие прыжки? Я лично никогда. И просто нас мобы, они нас просто не могут поймать. Это просто очень классно. Очень классно, ребята. И сейчас, кстати, я кое-что хочу вам рассказать. Вот видите, там вот скала есть. Вот. И, ребят, я спрашиваю у вас, у моих подписчиков, сделать ли мне тут мою базу. То есть, для моих костюмов, чтобы я там разрабатывал свои костюмы, чтобы у меня тут была моя база. И, ребята, очень многие люди согласились за то, чтобы я сделаю здесь свою базу. То есть, возможно, тут будет моя такая лаборатория. То есть, я перенесу ее с моего основного дома. Вон стоит кузница. Вот сюда. И буду как бы тут жить, разрабатывать костюмы. Вот, ребята. Если вам нравится эта идея, то поддержите меня своим лайком. Вот. Так, ребят, ну что же. Мы собрались достаточно высоко, благодаря этому суперскому костюму. И просто смотрите, какой здесь вид. Ребят, это офигенно. Мне кажется, что здесь 100% нужно делать базу. Потому что, во-первых, отсюда открывается офигенный вид. Во-вторых, посмотрите на вот этот водопад. И на вот это вот такое, не знаю, в горе. Такое окно, можно сказать. Оно очень классно смотрится. Вот, ребят, тут будет у меня типа первый этаж. А вот там вот, здесь у меня будет, ребят, второй этаж. Не знаю, я очень хочу так сделать. Давайте, ребят, мы прыгнем на это дерево и посмотрим, получим ли мы урон. Прыгаем. И, ребят, урона никакого не получаем. Просто этот костюм нереально сильный. Он очень классный. Так, у меня этот скелет бьет поганый паучи. Так, ребят, у нас уже голод. Поэтому мы не можем, к сожалению, бегать. Но от голода никто не защищен. Поэтому, ребят, к сожалению, я сейчас буду идти пешком на моей деревне. Вот, думаю... Ой, я убил сынку. Ребята, извините. Что ж, ребят, думаю, то, что мы уже натестились этого костюма. Он очень крутой. Давайте еще убьем вот этого вот скелета. Вот так вот получаем. Хоть-хоть-хоть. О, мне показалось или то, что когда он меня выстрелил? Смотрите, он меня выстрелил стрелой. И, ребят, от меня стрелы отлетают. От меня отлетают стрелы. А давайте попробуем выдержать урон крипера. Но урон крипера мы, конечно, немного получаем. Но все равно, ребята, от меня отлетают стрелы. Смотрите, у нас же костюм из вибраниума. И от меня, получается, должны отлетать и патроны. То есть, ребят, мы просто пуленепробиваемый. Мы очень быстро и прыгаем, как Хаук. Смотрите, это очень-очень классно, ребята. Костюм нереально крутой. Не зря вы просили у меня его потестить. И, ребят, у меня кто-то только что выстрелил. Это бандиты, ребята. Сюда пришли бандиты. Смотрите, они меня просто... Они меня пробивают? Что за фигня? Ай, получается, тупые бандиты, ребята. Они пришли сюда. Ой, я взял пистолет, ребят. Ну нафиг, ребят, ну-ка, выкину его. Хотя, не знаю, ребят, что делать. Но вы видели, в меня начали стрелять бандиты. Просто жесть. Так, давайте мы еще этих мобов поубиваем. Давайте мы бандитов тоже уничтожили. Слушайте, ребята, мне кажется, нужно забрать этот пистолет. Ой, крипер. Мне кажется, нужно забрать этот пистолет. И отнести его в полицейский участок. Так, все, ребят. Что ж, я думаю, то, что на этом мы будем завершать. Если вам понравилось это видео, то, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами Бэтт Викли. Я не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, друзья.